Если книга Откровения нас чему и учит, так это тому, что в этой жизни мы определяем, где мы проведем вечность. И может быть, только два места, где окажется все человечество, но от третьего не дано. Только два. Либо в раю с Иисусом, либо в аду с сатаной. Либо награда, либо суд. В интервью с одним из самых богатых бизнесменов Америки спросили, остались ли еще какие-то части мира, которые он еще не захватил. Он ответил, обычно я наслаждаюсь своей работой и не переживаю об этом. Репортер, а как насчет смерти? Вы не переживаете и об этом? Ответ. Я фаталист. Я себя защищаю, как и другие люди, как могу. Я не верю в ад или в рай. Куда-то мы идем, но всю свою жизнь я никак не могу понять, куда. Вся слава и весь успех, вся сила и полная потеря всего вечности. Если книга Откровения нас чему и учит, так это тому, что в этой жизни мы определяем, где мы проведем вечность. И может быть, только два места, где окажется каждый человек. Третьего не дано. Только два. Либо в раю с Иисусом, либо в аду с сатаной. Либо награда, либо суд. Поверьте, я более, чем кто-либо другой понимаю, насколько непопулярно учение о Божьем суде сегодня. Оно не просто непопулярно, оно отвергается. Я это знаю не только потому, что я об этом часто говорю с людьми, но дьявол также напоминает мне об этом каждый день. Истина в том, что масса религий, в которых нет суда или ада, и некоторые христиане пошли за некоторыми лжеучителями об этом. Вот чему учит Библия. Библия учит, что каждая душа, которая была сотворена и образована во чреве, была сотворена, чтобы жить вечно. Каждый из нас будет жить вечно. Тело умрет, но душа нет. Второе, чему учит нас Библия. Иисус говорил больше об аде, чем о рае. Ну и третье, если Бог не судит вечным судом тех, кто отверг план его спасения, тогда Он несправедливый Бог, если Бог не судит тех, кто отверг его план спасения, осуждая их на ад, то ради чего же тогда Иисусу пришлось оставить небеса и славу, прийти на землю, жить как одному из нас, умирать в муках на кресте и воскресать на третий день? Некоторые из этих учений подхватывают христиане, и это как пламя пожара. Они говорят, что когда Иисус рассказывал правдивую историю о богачее Лазаре, которые оказались после смерти в разных местах, один в месте страдания и боли, другой в месте ожидания, где был Авраам, вот что говорят некоторые, когда Он рассказывал эту историю, Он просто рассказал нам о притче, суть которой — должное попечение о бедных. Знаете что, Иисус часто нам рассказывал о попечении о бедных, но эта история не об этом. Они говорят, что Иисус не намеревался говорить об аде буквально, и они полагают, что понимают, что Иисус намеревался делать, и чего не намеревался. Сегодня очень много евангельских проповедников публично отрицают доктрину об аде. Некоторые из этих лжеучителей скручивают себя в узел в буквальном смысле, чтобы избежать того, что сказал Бог. Не так давно я разговаривал с одним проповедником, который сказал мне, что причина, по которой я избегаю этих разговоров, в том, чтобы не обидеть своих прихожан. Поэтому я сохраняю позитивный настрой. Думайте, я не хочу избегать этих разговоров. Но послушайте, если мои слова обидят вас и приведут из ада в рай, то я выполню свою миссию. Но если я и хочу избегать этого послания, то по другой причине. Потому что я рыдаю в тайне и при людях. Когда я думаю о месте под названием «ад», о котором говорил Иисус, и там в буквальном смысле будут люди, которые там будут в вечном мучении. Другие говорят, «Евангелие — это благая весть». «Как ад может быть благой вестью?» Ну, а ответ тут очевиден. Нет смысла говорить, что мы спасены. Спасены от чего? Спасены от ада для рая. Мы спасены от греха и вечного осуждения для праведности. Без этого послания церковь — лишь обман. И мы тратим свое время, приходя в воскресенье на собрание, тратим в пустую время, созидая церковь, тратим время, проповедуя Евангелие. Все это не имеет смысла без послания надежды в безнадежном мире. Библия очень ясно нам говорит наказание за грех, смерть вечная. Смерть, заметьте. А что же такое смерть? Это отделение от Бога в аду всю вечность. Всегда без конца. Да, это плохая весть, но есть и отличная новость. Есть самая лучшая весть на земле. В то время, когда все, включая вашего пастора, заслужили ад, Бог в его милости и благодати сказал, что когда вы придете к Иисусу, исповедуя свой грех, принимая его прощение, он даст вам вечную жизнь и заберет на небо. Вот это самая прекрасная новость. Пожалуйста, услышьте меня правильно. Святость и праведность Бога — это две стороны его характера, как две стороны монеты. И рано или поздно произойдет раскол между бунтом, непослушанием и святостью Божией. Между праведностью и грехом, отрицанием Божьего плана спасения. Но Бог не только святой и справедливый, но Он — любовь. Если отвергнуть Божью любовь на кресте, то они должны быть судимы Божьей святостью и принять Божий суд. Но разве это не то, что произошло с богачом, который отверг Бога и жил для себя, когда он оказался в этом месте мучений? Что произошло? Он стал евангелистом в первые две минуты в аду. «Лазарь, скажи моим братьям об этом месте, я не хочу, чтобы они сюда попали». Как я уже сказал, это подготовка сцены для прихода Антихриста с большой буквы «А». О чем я сейчас говорю? Дело в том, что в нашей культуре сегодня, как и во всем мире, люди живут по своим эмоциям. Вы знаете, что я эмоциональный человек, я не против эмоций. Люди живут по чувствам, вместо того, чтобы жить поистине, по фактам. Они живут по чувствам. Вот то, в чем я абсолютно уверен, так как я знаю Божий характер и знаю Писание. Я уверен, что каждый, кто окажется в аду после вечного суда, скажет, что он попал туда по своему собственному выбору. Бог поступил со мной справедливо. Неважно, что они говорят сейчас, в день суда Божьего, они скажут, «Я получил то, что заслужил». Пожалуйста, обратитесь к Откровению 14 главе. В последний раз мы смотрели на 13 главу и видели, как земля была в руках не святой троицы сатаны, Антихриста и лжепророка. Три шестерки — они в недостатке по сравнению со святой троицей, которая была бы три семерки. И тут в Откровении мы переносимся в Божие присутствие на небесах. Это то, о чем я так люблю говорить. Я люблю в этом пребывать. Удивительный контраст. В царстве Антихриста, когда имя Иисуса опускается на небесах, имя царя Иисуса превозносится. Давайте посмотрим на 14 главу, первые пять стихов. Мы видим Агнца на горе Сион, с ним 144 тысячи, кто, как я уже говорил, представляют всех верующих из всех народов и поколений, 12 колен Израиля, которые приумножены, 12 апостолов, которые приумножены, 12 и 12 умноженные во много раз. Это символ всех искупленных верующих. Они стоят в безопасности и силе в присутствии нашего Спасителя. Что же сегодня говорит нам слово? Послушайте, Те, кто говорит «Я буду с Иисусом», несмотря ни на что. Я с Ним здравие в болезни, в богатстве и бедности. Это верные Божии, которые найдут полное удовлетворение во Христе и Иисусе. Те, кто находят полноту всего в одном, только Господи. Они и есть верные. Посмотрите на 4 стих. Их называют первенцами. Почему? Потому что они как первый урожай. А после них будет еще больше урожаем. Далее он говорит, что Церковь, невеста Христа, будет непорочно на небесах. Мы будем настолько чисты, насколько чист Иисус. Мы больше не будем бороться с ненавистью, похотью, злобой и всем остальным. Сатана больше не сможет обманывать нас и уводить в сторону, как он делает это сейчас. 6 стиха. Ангелы делают несколько объявлений. Не упустите их, пожалуйста. Это очень важно. Первый ангел несет послание Вечного Евангелия. Он призывает к покаянию. Его послание очень ясное, и оно для каждого человека, который живет на земле. «Убойтесь с Бога и воздайте Ему славу. Ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Не упустите этого. Это единственное место в книге Откровения, где появляется слово Евангелия. Только в этом месте и один раз. И это последний раз, когда Евангелие Иисуса Христа будет провозглашено над землей этому миру. Это будет последняя возможность. Последний шанс. Второй ангел объявляет. Пал. Пал Вавилон. Город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. О падении Вавилона мы будем читать только в 18 главе, но объявление мы видим уже здесь. Пожалуйста, не забывайте об этом. Не забывайте. Бог не подчинен времени, как мы с вами. В Божьем присутствии все время, настоящее, прошлое, будущее, все существует в одно время. Рядом с Богом нет времени. Только вечность. Некоторые люди интерпретируют Вавилон как город, Вавилон в буквальном смысле в Ираке сегодня. Другие расценивают это как пророческий символ. Не застревайте на этом, это не так важно. Вы не потеряете ваше спасение так или иначе. Концентрируйтесь на главном, а не на второстепенном. Это ваш выбор. Я предпочитаю расценивать Вавилон как символ города, любого города в Америке, Европе, в мире, который настолько погряз в мирском безбожии, настолько погряз в культурной безнравственности, и он падает. А вот и третий ангел, это девятый и десятый стихи. Кто поклоняется зверю? Мы говорили об этом в предыдущем послании. И образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить с вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши гнева. Удивительно, те, кто будут пить из чаши беззакония, будут пить вино гнева Божьего суда. Это провозглашение третьего ангела для меня означает, что это символ некой политической системы. Ею руководит антихрист и лже-пророк. Далее 13 стих. Мы видим следующее послание от ангела. Блаженны мертвые, умирающие в Господе отныне. «Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Пастор использует этот стих на похоронах. Вот что он говорит в контексте. «Ужас от великой скорби сделает смерть благословенным отдыхом в сравнении с жизнью». После нашей боли от прощания с любимыми, я думаю об этом пророчестве, а потом я радуюсь за них. Как сказано в Евангелии от Матфея, 5 главе, 11 стихе, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Блаженны те, кто умирают в Господе еще до времен скорби». Стихи с 14 по 20. Посмотрите их вместе со мной. «Мы видим, что пришло время жатвы». Наконец-то пришел этот час. Пришло время суда. Иоанн видит облако, а на нем Сына Человеческого с золотым венцом, а в его руке серп для того, чтобы пожать урожай. Помните, Иисус сказал, что плевелы будут расти с пшеницей. Он сказал, «Не пытайтесь разделить их. Подождите, потому что ангелы пожнут урожай очень аккуратно. Никто из детей Иисуса не будет потерян. Они разделят плевелы и пшеницу». Это картина жатвы или разделения. Неудивительно, что люди любят думать о младенце Иисусе в яслях. Они любят думать о распятии и о том, как он беспомощно висит на кресте. Они не хотят думать о судье Иисусе, не хотят думать о нем как о судье. И вот появляются еще два ангела, один серпом, другой с огнем из храма. ангел, который вышел от жертвенника, воскликнул другому ангелу серпом. «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Конечно же, речь идет о всем человечестве. И хотя Иоанн вернется на это глобальное событие, когда мы дойдем до 16 главы 16 стиха, в частности, в 14 главе он просто знакомит нас с этим событием, прежде чем он перейдет к нему более основательно. Это то, что произойдет на месте по-еврейски называемом Армагеддон. Люди, СМИ и политики используют это слово так часто, А я кратко скажу об этом. Слово Армагеддон происходит от двух еврейских слов «Хар» «Мегидда». «Хар» означает равнина, а «Мегидда» это название этой местности. Это стратегический район на севере Израиля. Очень красивое место. Невероятный вид, когда стоишь на той горе. Это место, где происходило много исторических сражений годами. От этого оно и стало популярным, поэтому это название могло быть очень символичным. Самая последняя битва на равнение Мегидда была в 1918 году между Британской армией и армией Атаманской империи. «Хармегидда» или «Армагеддон» находится в 57 милях от Иерусалима, но последняя битва перейдет в Иерусалим. Акцент смещен туда, потому что там будет выседать Антихрист. Как я говорил вам, мусульмане верят, что придет их мессия Махди и будет править из Иерусалима. Но Библия говорит, что во время этой битвы кровь будет литься на 200 миль. Просто для сведения, вся нация Израиля от севера до юга 273 мили. Это ужасающее зрелище. Ужасающее! Каждый раз, когда я об этом думаю, я молюсь, чтобы нас не было там. В следующем послании мы рассмотрим семь чаш суда над землей, которые совпадают с казнями Египта. Но я хотел бы завершить, сказав вам вот о чем. Библия — это коллекция 66 книг, они написаны 40 людьми на трех языках, на трех разных континентах на протяжении полутора тысяч лет. В ней есть исторический жанр, драм, поэзия, закон, пророчество, но при этом Библия. Это одна единая неделимая книга. Это просто удивительно, когда вы об этом думаете. Божье слово удивительно основательно, потому что Бог основателен. И Бог исхода, который посылал казни на фараона, на бунтаря, это тот же Бог, который накажет и тех, кто был в бунте против его плана спасения. Семь чаш или семь казней сходят на землю. Иоанн пишет, что вместе с этим пришла полнота ярости Божьего гнева. не упускайте этого видения победоносных верующих, одерживающих победу над сатаной в тронном зале царя. Он Бог богов и царь царей. Тогда все колена преклонятся перед ним. Тогда все языки признают, хотят они или нет, что Иисус Христос Господь и слава Бога Отца. Я знаю, что кто-то из вас испытал потрясение от этих посланий и откровений. Отцы и матери, беспокойство о детях. Послушайте, последний раз, когда я проверял себя, я все еще был из плоти и крови. Я тоже забочусь о своей семье, о своих внуках, но я хочу, чтобы вы поняли, я заканчиваю и это очень важно. Моя уверенность в моем Боге, который сказал, «Я никогда не покину тебя и не оставлю тебя». Это та уверенность, которая должна быть у каждого из нас. Это то, о чем я говорил вам, о верности. Если вы доверяете Богу, несмотря ни на что, тогда нет никакого страха. «У меня нет страха ни о себе, ни о моей семье, ни о церкви, нет страха, потому что я знаю о верности Бога». Мы видели это раз за разом. Он не даст нам быть искушаемыми сверх того, что мы можем понести. Чтобы не случилось, он будет с нами в каждом нашем шаге. Поэтому вопрос вот в чем. «Уверены ли вы, что будете с ним в раю, если он вернется сегодня?» Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Майклом Юсефом.